Ну мы продолжаем тогда. Вы еще не выключайтесь, пожалуйста, из диалога. А на минуту выпишите. Я прошу прощения. Я сейчас уже как раз сказал, что Тайра Минамото, если мы говорим о том, что сейчас, допустим, об этикете меча, как они правили, те же семьи, Тайра Минамото, клана Фудзивара, допустим, Фриоси. Да. На самом деле так все и есть. Это внутренняя сторона, внутренний мир Японии, который от чужестранцев он немножко не просто закрыт, а он запенит вообще. У нас передача такая клубная, поэтому у нас позволительно выходить, поэтому полусемейный разговор. Так что мы подождем Сергею, пока он вернется, выпьет водички. Да, мы пока поговорим. Да. Ну, раз у нас присутствует кузнец, который непосредственно изучал искусство ковки и шлифовки японского меча. И изучает. И изучает до сих пор, потому что это процесс всей жизни. Японии изучал, в том числе и в Японии. Хотелось бы все-таки, мы знаем, что японская печь очень интересная, называлась, по-моему, Татара, да? Татара, да. А смесь углей руды это тамахагини или гони. Тамахагани. Тамахагани, да. Вот это стадия. Да, не там. Вот расскажите, как получали, вот, это кричное же железо. Совершенно верно. Вот как это все происходило, а потом мы перейдем, и хотелось бы понять, как все-таки особенности ковки, виды, вот ваш взгляд на все это. Потому что, с точки зрения мастера по изготовлению оружия, которое непосредственно моими руками делается, совершенно другой рассказ. Конечно. Да, так вот, дело в следующем. Я вот хочу сказать спасибо Камилу, спасибо, допустим, Пампуху Игорю, что созвонился, да, пригласили на встречу. На самом деле я приехал к Игорю, познакомился с тобой, да. На круглом столе, кстати, да. Совершенно случайно. Да, 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 как раз совместно о булате и создании булатных сталей, о вудсов. Мы сейчас опустим всю терминологию, как в свое время правильно сказал Декарт, о терминах не спорят, о них договариваются. Что, как должно быть в этом. Дамасские стали, дамасские стали не существуют. Дамаск это город, мы знаем, там, в Средней Азии. А то, что было у них, вдруг, если бы продавали бы тот же материал, композитные, ковочные стали для клинков, для ножей в Туле, и его бы называли бы, я думаю, не Дамаск, а Тулец, или там Москва-Вецк. Как угодно, да, по месту, по месту, как Шам назывался булат, по месту, там, Персии название, Турция, 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 Турция называли. Совершенно верно. Разделялся материал, из которого добывали при пересоздании. Была очень специфичная сама печь, на Руси назывались домницы. Недавно нам сэнсэй прислал письмо и сказали, что приехала татарская делегация, сейчас, допустим, провинция Симоне, восстанавливает очень старую, очень старую, вот, допустим, наш учитель, Харайкира, да, у него в Симоне собственная, которая фирма Тосиба и еще там несколько фирм Митсумиси, которые курируют. Но они восстанавливают очень древнюю, которая там, что-то тысяча-полторы, по-моему, лет. И приехала татарская делегация со своими этнографами, не с претензиями, а выяснить причину, почему Татра называется Татрой. Не потому, что она произошла в одних, но они посмеялись, не то, что посмеялись, а приняли это достойно, сказали, что нет, татары к этому отношения не имеют. Это просто терминология, такая, как Сережа сказал, сленг, устоявшись и печь татар. Так вот, дело в следующем. Для создания вот этих композитных старей, высокого глирогистых, без кислорода, создавались, создавались целые, допустим, планы, жители деревень специально проходили обучение, и они добывали железосодержащий песок магнититный. То, что происходило при эрозии скальных пород, гранитных. То есть это не совсем руда, в нашем прямом понимании. Потому что крицу, получая крицу, получая кричное железо, получали из руды, и из балагбы, и из пагнититной руды. То есть это немножко разные материалы, хотя состав похож. Да, состав очень похож. Почему? В связи с чем вот такое вот несоответствие, и много очень спорят, и недопонимание. Японские горы, японский континент очень молодой, и поэтому эрозия только вот стала происходить там тысячу, там, несколько лет. У нас же эта эрозия, допустим, те же Уральские горы, или, допустим, Курская магнитная аномалия, произошли на несколько миллионов, а может быть, там и миллиардов лет раньше. И вот тот магнитит, который сейчас вымывается по рекам, по ручьям в Японии, он уже на нашем континенте, да, ну, грубо говоря, на евразийском, он уже, осадочные породы спеклись, окаменели и прочее, прочее, прочее. Вот, и мы уже добываем уже руду, грубо говоря, в осколках. В осколках, в камнях, там, прочее, прочее. Вот, она у нас гораздо старше, не говорю, что богаче, она другая. Она другая. Так вот, те лица, которые, значит, специально добывали, вымывали, делали специальные ирригационные каналы с колодцами, в которых, ну, как седали. Более тяжелая оседали. Более тяжелая оседали. Сейчас делаются немножко попроще, хотя технология сохранилась та же. А по весне все размывают. Огромные, ну, небольшие краны, допустим, да. Кто-то для себя набирает, ну, как мы, смотря, допустим, ездим в Японию, приезжать к воду, чей, да, пожалуйста, специальные магниты, такие цилиндрические, собирайте для... Но тогда этого не было никаких магнитов. Да, не было, да, это прям осадочные породы, лопатами просушили, проверивали. Но, чем хорошо, допустим, наш учитель показывает, что водкой, допустим, современной, да, как источник сатоцу, магнитом выбирают, он гораздо чище. Чище, чем, допустим, тот, который выбирается руками. Но для создания тамахагани и его восстановлению гораздо выгоднее и лучше использовать тот, который вот не магнитом добывается, да, а руками умывается. Почему? Потому что в нем микроэлементов гораздо больше. и он богаче, сам его состав. Так или иначе, допустим, что хочу сказать, процесс получения, он очень похож. Именно в основном. Я перебью, только, по-моему, насколько я знаю, для одной плавки, там, 20-30 тонн могло уйти смеси песка, или все-таки печи были разные? Печи очень были разные. Это вот современные, да, допустим, ну, ей уже там лет 400, там, слично под 500, допустим, да. Там, да, очень-очень много, там, тонн по 12, допустим, сатоцу. И плавка проходила там недели полторы-две. Печь разбивали потом? Печь потом, да, разбирают. Да, разбирают. Да, разбирают. Да, разбирают. Вот. Извлекают кера, кера, тут козел, слиток, да, выкатывают на брендах. Происходило это, в основном, в зимний период времени. Почему? Чтобы масса крестьян, людей могла участвовать в подготовке. И остывание, может, было другое. Так, все-таки кристаллизация, когда идет то же самое, что в Булате где-то похожее. Совершенно верно. Вот совершенно. Композит, вот композиционные, да, материалы, много об этом, допустим, спорят. У меня масса фотографий, ну, опять же, для себя. Я не знаю, может, кому-то надо, если тебе нужно, я предоставлю. Мы вернемся, да, к этому вопросу, да. Когда разломаешь крестьян, я можно, да, покажу? Конечно, что это. Допустим, это вот тот сфиток, с которым вот откололи, сморян, получали. У нас прям какое-то вот, как будто серебряное, да? Вот это высокого качества слиток, я так понимаю. Они же по свету отбирали, из крицы, да? Более черное не брали. А вот тот, который блестел больше, он считался лучше качеством. Совершенно верно, совершенно верно. Здесь, вот, допустим, с этого участка можно, если показать вот на камеру, очень много здесь осталось, вот я вот, я вижу, уголь. Уголь, включение угля, да. Уголь, это что не есть, ничто иное, как углерод. Да, в чистом виде, который при восстановлении замещает молекулу кислорода, кислород выгорает, замещается, дендритная решетка замещается, да, углерод. Василий, вот, в общем, его раскалывали вот на такие кусочки. Совершенно верно. Прессовали немножко, чтобы вот убрать эту пористую структуру, да? Да, но уже вот это спрессованное уже немножко. Да, 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 это уже отбито от этого кусочка. Хотя тут видно углерод, тоже вот кусочки попадаются. Да, это вот самый черновой материал. А дальше? Дальше его собирают в кучу, на деку, такая лопаточка есть, называется деку, из такого же материала, более чистого. Собирают несколькими элементами, там, по 5, по 10, по 12, в зависимости от, ну, от надобности кузнец, просыпают. Дора, дора делалась из, дора, это флюс, это флюс, да, то, что вот на реках ракушечник и песчаник, и им, в принципе. Те отложения, которые, что делают? Там какие-то лишние элементы присутствуют или нет? Или это все-таки углерод, или это углерод все-таки? Органика, наверное. Нет, органика, органика, чистая органика, да. Ну, тогда углерод получается. Да, и использовали несколько сортов риса, варабаев. Вот этот варабаев назывался для чего? Когда рис, рису и солому сжигали, она образовывала кремниевую кислоту. Кремния кислота защищала, вернее, слиток от проникновения кислорода, вот, и делала вот этот закись железа более подвижным. А что происходило? Она защищала, да, и жидкий флюс с глиной растапливался, и ударами молотка кузнец постепенно выжимал, обыкновенная койка выжимал, как вот сейчас современный Дамаск будет, выжимал, и когда уже сваривался, начинали уже проколы. Затем пластины набирались больше, и здесь очень важный момент. Вот в свое время, дай ему Господь здоровья, это Леонид Борисович Архангельский в одном из журналов, или в какой-то книг написал, что при каждом, допустим, нагревании материала выгорает 0,3 углерода. И дальше все беззирая на ранги и отношения стали в каждом уважающем журнале, книге, все это писать. И никто, кроме Кузнецова, допустим, не сказал, что, господа, джентльмены, в пламени несколько фаз. Есть фаза разуглераживания, фаза восстановления. Вовремя надо вытаскивать. Вовремя вытаскивать, да. Как бы вот она вытаскивала, да, совершенно верно. Так вот, дело в следующем. Каждый кузнец, каждый кузнец, когда, допустим, небольшой камень разбивал, он определял, на какие участки материал этот вводит. Либо на лезвийную часть, либо на часть на обкладке. Потому что полная лезвийная часть должна, как бы сказать, нести одни физические и механические свойства. Вязкой должна быть то, что говорил Сережа Сердцевина, да, Сингане. Она должна проковываться в определенной последовательности, да, нести определенные химические нагрузки. Но Сердцевина могла быть однородной, в принципе. А вот верхняя часть узодчатая, она джихада, по-моему, называлась, да? Ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Да, 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 да. Так как Сергей Японский. Щечечка, щечечка, щечка мяча получаешь. Да, да, да. Даже по шлифовке сказать, вот они ковку довели, да, просто и делали. У них же процесс ковки, насколько я знаю, связан был синтез совершенно с этими всеми делами. Мастер мылся, одевал синтаевскую одежду, шапочку. И мастерская даже ритуальными веревками обешивалась. Щечечка, это ритуальное многобогое язычество, которое подразумевает присутствие духа в камне, в любом предмете, даже при дорожном булыжнике. Отношение ко всему. А они отгоняют злых духов. Они много чего делают, но это, нужно понять, что это такой бытовой магизм. Ну, он присутствовал? Он у них вообще присутствует. Вот и хорошо. Но это не сильно, я думаю, увеличивало качество мяча, но зато способствует отношению к телу. Отношение к телу, да, то есть он тщательно, тщательно. А смысленность, тщательность. И это относится не только к работе по металлу, а к работе по дереву, это выражено не менее. Они строят так же дома, делают элементарную стамеску. Смотришь, как делаешь, понимаешь, что в нем живет. Василий, вот у меня такой вопрос всегда интересовал. Все-таки вот линия хамон, это не совсем же линия закалки, да? Хамон, это... Все-таки это же немножко... Ну, это понятно, что там была тоньше линия, то тоньше смазка длинная, нагревалась. А хамон, это буквально рисунок лезвия. Рисунок лезвия. Рисунок лезвия. Да, но все говорят, что его имя. Да, его имя. А хамон все называют линией закалки. Ну, вообще, ледная и мягкая. Ну, на самом деле, мне кажется, более корректный термин якиба. Якиба, да. Буквально закалка лезвия. А хамон, это уже внешнехудожественный, философский образ. Это хамон, это картинка. Картина, да. Дело в следующем. Я очень, допустим, занимаюсь реставрацией и шлифовкой. И иногда читаешь, смотришь, допустим, вот у него, например, он пишет хамон, а чистый сугуха. Когда начинаешь перешлифовывать, а на самом деле, там, тюрдзими, да, чистый сугуха, и много. А меч приходит в таком виде, что эксперт берет, я не говорю, японский. То есть проявляется при шлифовке, у нас есть другая картина. Совершенно. Это какие-то нюансы появляются, которые просто не имеют. Это зависит только от шлифовщика. Уже сам шлифовщик решает, не то, что какие камни он должен пройти, этот сам меч подбирает. А именно вот уже финишные шлифовки, начиная от очага моря и кончая, допустим, нанесение, допустим, как бы по-русски сказать, тонирование, да, когда применяется. Проявляется узор уже в конце, да, там какой-то порошок, там какой-то есть. Это закиси, то есть оксиды железа? Да, да, они делают, как-то сказать, в некоторых поверхности более матовые. А вот когда вот появилась вот эта мода, вот как вот на шамширы же раньше они думали, что вот все прям узор проявляли. То же самое на японских, я думаю, вот этот узор раньше не волновал никого. Я считал статью, что японцы, по-моему, в каком-то сборнике о том, как японец-мастер по шлифовке взял русский клинок, который им достал со времен войны пятого года, прошлого века, и отшлифовал в несколько сантиметров клинка, да, и он обнаружил все то же самое, он обнаружил, проявил хамон, экиба, он проявил мартенситы, неои, все то же самое. А вот шлифовка, Василий, вот это же уникально вообще, в Японии была уникальная, такой же нету вообще, технологии, нигде шлифовки. Это вот что вообще такое, откуда это все появилось? У них кругов же не было вообще, это же они драли с самого начала вот это вот на камнях, руками долгое время, то есть... Не долгое, я хочу сказать, что шлифовка взялась из заточки, в Японии это один и тот же процесс. Японский меч нельзя заточить, не перешлифовав, это самое главное. Ну, некоторые моменты, когда делается лак, уйдется, там асигире, можно, допустим, добавить. Нет, ну это демократно, да, но это, в общем, да, но в принципе шлифовка это производная заточки, вот. И если посмотреть старые японские фильмы, если самураев готовится к смертельной схватке, и ночью перед дуэлью сам сидит, да, до него ноги, да, сам сидит и на камешке правит свой меч, как шлифовка. Да, это он нервы успокаивает. Нет, конечно, он просто готовил старое клинок, которое давно не шлифовался, но что он делал? Он приводил клинок в боевое состояние, для того, чтобы он резал. Естественно, об эстетических деталях, того, как будет он выглядеть, как музейный эскарад, он не думал, не думал. А превращение заточки в акт создания предмета декоративного искусства, каком является японский меч, предмет декоративного искусства, это тоже продукт мирного времени. А сложно вообще шлифовать? Ты же учился в Японии, это же вообще целая история, география, это же вообще, особенно, там же испортить же нужно, потому что там же надо чувствовать каждую грань, это же, вот мы смотрели мячи, они же абсолютно идеальны по форме. Геометрия, да, прежде всего, идеально, а потом нужно знать специфику меча, да, я тоже не то, что говорю, допустим, даже опуская создателей, там, или мастерство школы, а вот именно, если даже установить геометрию, нужно сперва понять, в каком стиле был создан клинок, да, на первом понятии показывается, и потом нельзя пропустить какую-то операцию отдельно, нужно четко, последовательно соблюсти построение, как мы, допустим, строим здание, сперва делаем фундамент. Минимальное количество какой камней? Минимальное, значит, ну, где-то... Нет, пятнадцать, пятнадцать. Пятнадцать? По химсоставу, они совершенно различаются. Очень редко, что у меня вот за всю мою практику, пятнадцать лет, это попадало всего лишь несколько мечей, которые я помню, и они были вот похожи, вот мы так... И оказалось в итоге, что школы-то были похожи, а остальное все разное, все разное. Последние иногда операции переделаешь до десяти раз. Вот, ну, не нравится, не нравится хады... Я хочу сказать, что котовые таблищи, то есть специалист по полировке мечей, это мастер не менее уважаемый и не менее престижный, конечно. Очень. Ну, кузнец. Посмотреть, как кузнец. Они, фактически, их вклад в создание художественного японского меча фактически равновелим. Это появилось в последние века, да? Последние века. Это, конечно, это только углава, это однаждать, да. Я находил, мы смотрели... Ну, как, это минимум триста лет. Находим старые мечи, и на них видно, что еще обработка где-то на уровне Кайсей и Битсуи заканчивалась. Видны листочки, да, чтобы вот этого было достаточно в тот период времени. А уже, когда попадает уже современному нашему шлифовщику, допустим, там, вот здесь его кесата, он смотрит и говорит, вот этот меч трогать нельзя, пусть он остается в таком виде. Да, в конкурс для нас дошел, это история, это вот отпечаток истории, это наши талоны. Ну, вот на этом, я думаю, мы будем закругляться, потому что мы превысили немножко время. В общем-то, из нашего замечательного разговора я делаю вывод, что ничем лучше не трогать, вот пускай они находятся в том виде, если к вам попадают особенно хвостовики, потому что хвостовик, он должен быть с ржавчиной, темного цвета, ни в коем случае не надо его чистить. Это снижает стоимость оружия в разы. Вот. Я еще раз хочу сказать большое спасибо Сергею Поликарпову, Василию Иванову и, естественно, нашим дорогим партнерам компании «Русские ножи» и замечательному месту, где мы находимся, это зала компании «Русские палаты» наших тоже близких друзей и соратников. Всем спасибо. Большое спасибо. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо.